Продолжение следует... 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Выходи! Не очень-то прячешься. Выходи, выходи давай. Я тебе ничего не сделаю, не бойся. Выходи! Голодный? Бери. Ну, бери, бери, ешь. Заморож. Говорить-то умеешь? Меня зовут Игнат. Я жил здесь раньше, когда был таким же маленьким, как ты. С мамкой, с папкой. А твои мамка и папка где? Забрали. Кто? Ох, ну что с тобой делать? Не все сдали. Не все дарма хлеб сдают. Плохо. Поговаривают, на улицах, на базах пшеницу схоронили. Десятками, сотнями пудов. Только вот нам ничего говорить не хотят. Все проверили, не нашли. Да. Завтра подводы с хлебом нужно отправить в округ. Глаз, организуешь продотряд из десяти человек, озеро поставишь главным и отправишь в округ. Десять человек? А здесь кто останется? Я, ты, Тесленко и Стась. А если восстание? А если стрелять не будем, то и восстания не будет. А вот чё, ракулаки агитировали, всех лип не сдаваты? Так при обыске оказалось сопротивление? Избил и двух красноармейцев? А ты говоришь, не стрелят. Ты шо тогда? Показательный суд надо устроить. Эти шесть выродков в подвале сидят. Стась их уму-разуму учит. Там и старик-бодягин сидит. Бачк твий. Председатель трибунала что сказал? Расстрелять. Завтра утопали их и кончим. Дядя, почему вы не спите? Заговорил? Ну присаживайся. Ну присаживайся, присаживайся. Полуношник. Теперь-то скажешь, как тебя зовут? Алёшка. Ну а ты чего не спишь? Страшно. Чего так? Завтра стрелять будут. Будут. Там твой батя будет? Будет. Он плохой человек? Такой, как все. Тогда зачем его стрелять будут? Он брал то, что ему не принадлежит. Он воришка? Не совсем. Воришка кошель крадет. А он свято верил, что вправе так делать. Я ему говорил, что так делать не надо. Но он не слушал меня. Я ему говорил, что... Я ему говорил, что... По статистическим данным, наш округ должен был сдать 150 тысяч пудов хлеба армии центру. Кто злостно укрывал, тот из враг рабочих и крестьян. По законам трибунала расстрелять. Верше. Рядом с городом стоял Дравунский полк. Так все офицеры, сколько бы их не было, 40 человек одних офицеров было в городе. Как начали его брать и сбить. Правда, брат, ярмарка была отличнейшая. Так во всем городе ни одной бутылки. Все, офицеры выпили. Кисленко, позови ко мне старика. Иди готовь первую тройку. С красными, сынок. С ними, батя. Так. Шесть лет не видались, батя. Не говорить ничего. По денег чему? Разные нам выпали стёжки. Меня же за моё добро расстреливать надо. За то, что в свой амбар не пущаю я из контра? А тот, кто по чужим за кромам шарит, этот при законе? Грабьте. Ваша сила. Мать жива. Умерла. Когда? Когда ты людей честных грабил. Бедняков мы не грабим. А тех, кто чужим потом наживался, мы идём под гребло. Ты первый всю жизнь батраков сосал. Я сам. Своим трудом. День и ночь. По белу свету не шатался, как ты. Кто день и ночь работал, тот сочувствует власти рабочих и крестьян. А ты с Дриколин встретил. К плетню не пустил. За это и на распыл пойдёшь. Ты мне не сын. Я тебе не отец. За такие слова на отца будь ты трижды проклят, анафема. Тьфу! Кем говоришь, собака, а? Ты как говоришь, тварь? Пусть туда. Не трожь его. Подними его. Что, Игнашка? Не доведётся нам свидеться, так? Твою мать! Чё? Идут с хабра казаки вавшивскую власть резать! Не умру. Скоронит, Матерь Божья, своими руками души с тебя выдала! Товарищ спорткомиссар! Братцы, не стреляйте! Братцы, прошу вас! Братцы, не стреляйте! Я свой, братцы! Не стреляйте! Я свой, братцы! Не стреляйте, пожалуйста! Я свой, братцы! Пожалуйста, не стреляйте! Братцы, прошу вас! Не стреляйте, пожалуйста! Игнат, заканчивай это всё быстрее. На плечо! Раз! Два! Три! Пли! Пли! На плечо! Раз! Два! Три! Пли! Весна, где бывала? Весна, где бывала? В лесе зимовала, в лесе зимовала. Весна, где бывала? Весна, где бывала? Весна, где бывала? Прошлым летом у нас в Дубовском приходят ко мне мои младшенькие Микки Шары и иконку с угла снимают. Я ему говорю, чего это ты, Христопродавец, делаешь? Он мне отвечает, батяня, а Бога нет. Ну, я ему вдарил за это, конечно, хорошенько. Он в слезах, в злобе убежал, говорит, прощай, батя. Не понимал я тогда, что с ним, кто его так надоумил. Ну, думаю, денек помыкается, вернется. А через две недели эти пошли банды красные, белые. Ну, нас в Дубовском сформировали банду против красных. Я в нее вступил. Ну, вот казачки-то наши привели красных к нам в Дубовской. Всех побитых, опухших. Стою я на площади и вижу Микки Шары мой среди них. Весь побитый, лицо в шишках, глаз затек. Видит меня и тянется. Батя, спаси меня. Я к нему подхожу, он меня в ноги целует. А казачки видят это. Кричат, давай, Влас! Руби, сукина сына! Мразь красная! Руби, а то смотри у нас. И ржут. Я ей зарубил. Что делать, у меня еще двое дома. Зарубил сынишку. Боже! Четырнадцать ему было. Господи, Влас! А жена, как прознала, плюнула мне прямо в лицо и ушла. Ночью, пока я спал пьяный. И детей забрала. А как ты красным попал? Сам сдался. Наших сдал. Штаб наш сдал всех. А твои знаешь где? Нет. Я только поэтому и живу, чтобы найти их. Микки Шара мне каждую ночь снится. Просит, чтоб я его спас. Микки Шара мне каждую ночь. 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 К чертям все это. Двадцать казаков с винтовками и шашками. Двадцать казаков с винтовками. 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 Двадцать казаков с винтовками.